МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти годы серьезно изменили вектор развития Прикамья, заложив законодательную основу формирования базовых секторов экономики и социальной сферы. Если рассматривать нагрузку, которая сегодня легла на плечи каждого из вас, то она колоссальная. На каждого члена законодательного собрания нагрузка была примерно несколько вопросов на каждом заседании. Может быть, эта нагрузка была не больше, чем у ваших предшественников, но эффективность вашей работы была намного выше. Одним из основополагающих документов стала программа социально-экономического развития региона. Вот именно с принятием этого основополагающего документа впервые в истории Пермского края появилось понимание, к каким показателям мы должны прийти. Как бы банально ни звучало, но показатели по каждой сфере здравоохранения, какова продолжительность жизни, к чему мы стремимся, какие коэффициенты рождаемости, смертности, по тому же образованию, к какому году мы хотим обеспечить всех деток местами в детских и дошкольных учреждениях и так далее. То есть вот именно все эти показатели появились в одном документе. Принятие закона стало отправной точкой перехода на программное формирование бюджета. Теперь каждая сумма, заложенная в краевой казне, обоснована не только потребностью, а конкретными показателями, к которым должен прийти регион. Сегодня почти 100% расходов реализуются в соответствии с задачами, поставленными в программе. Надо сказать, что Прикамье одним из первых в стране перешло на программный бюджет. Это, в свою очередь, позволило определить приоритетные направления развития региона. Среди них промышленность. Ведь именно на этот сектор приходится больше половины валовой добавочной стоимости региона. Четверть трудящихся заняты на производственных предприятиях. Особую роль для экономики Прикамье сыграло принятие закона о промышленной политике в Пермском крае. Закон о промышленной политике, который был принят, и как следствие его развития. Значит, у нас мы поимели ряд законопроектов, связанных с улучшением инвестиционного климата. Это законы о специнвестконтрактах, законы о малом предпринимательстве, о бесплатной патентной системе. Это те шаги, которые объективно надо делать было уже давно. Наконец-то Пермский край, в моем понимании, встает на правильный путь, и мы, значит, занимаемся тем, чем мы должны заниматься, и тем, что мы больше всего умеем, и в чем есть наше конкретное преимущество. Прикамье, к слову, одним из первых в стране заключила ряд стратегически важных специнвестконтрактов. Для экономики региона это десятки миллионов рублей, привлеченных в виде инвестиций. Эффективное взаимодействие государства и бизнеса стало возможным в регионе после принятия закона о государстве на частном партнерстве. За таким сотрудничеством, говорят эксперты, будущее. Ведь привлекая частных инвесторов, можно эффективнее использовать государственный ресурс. И это не все результаты, которых удалось достичь при совместной работе исполнительной и законодательной ветвей власти. У нас заработали и реально работают кластеры. Те же самые, та же самая фотоника, мой родной аэрокосмический кластер работает. То есть вот здесь реальная работа идет. И поэтому мне кажется, что надо пожелать, чтобы новый парламент, который будет избран и в котором, на мой взгляд, по крайней мере, по представительству кандидатов в депутаты, я вижу много промышленников, чтобы он продолжал эту конкретную, действительную работу, а не имитировал бурную деятельность. Депутаты называют работу второго созыва законодательного собрания одной из самых продуктивных. Ключевой характеристикой можно назвать умение народных избранников подключать к реализации идей общественный, культурный и научный потенциал при Камье. Большой блок вопросов был проработан парламентариями в части поддержки малого и среднего бизнеса. Введены налоговые каникулы для начинающих предпринимателей. А тем, кто развивает такие направления, как образование, наука, здравоохранение, установлены пониженные налоговые ставки. В 2013 году появился новый институт по защите прав предпринимателей «Бизнес-омбудсмен». Последние годы стали непростыми как для нашего региона, так и для всей страны. Сложившиеся условия требовали от депутатов принимать решения так, чтобы учесть интересы разных сторон – общества, бизнеса и власти. Основная заслуга, я считаю, законодательного собрания депутатов в том, что мы практически не сократили свои социальные обязательства. Мы смогли реализовать ряд крупных инфраструктурных проектов, как в социальной сфере, это касается детских садов, так и в развитии дорожной сети, приведение их в нормативное состояние. И, несмотря, еще раз подчеркиваю, на то, что начинали мы с профицитным бюджетом, заканчиваем с дефицитным, мы выполнили и социальные обязательства, и самое главное, что мы улучшили качество нашей инфраструктуры в целом Пермском крае. Около трети всех законов депутаты приняли в социальной сфере. В 2012 году – закон о материнском капитале. В результате с этого года статистика отмечает рост рождаемости в регионе. Ежегодно в Прикамье на свет появляется почти 40 тысяч детей. Без внимания не осталось и старшее поколение. Ряд принятых законов призван решить жилищные и материальные вопросы ветеранов Великой Отечественной войны. А принятое решение оказывать социальную поддержку по принципу адресности и нуждаемости позволило эффективнее расходовать бюджетные средства. Мы повысили адресность нашей социальной поддержки населения. Мы повысили эффективность этой социальной поддержки населения. Но никто нас сегодня не может упрекнуть, что мы снизили сегодня вопросы, связанные с развитием социальной инфраструктуры, либо с поддержкой отдельных категорий наших граждан. В 2012 году депутаты Законодательного собрания принимают базовый документ с законом образования в Пермском крае. Его целью стало повышение уровня и доступности образования. В центре внимания депутатов все эти годы находилась и сфера ЖКХ. Не надо быть экспертом, чтобы понять, каких усилий требует решение всех проблем отрасли. Ведь их за последние десятилетия накопилось немало. В краевом парламенте была создана постоянно действующая группа по рассмотрению вопросов реформирования ЖКХ. Немало времени на депутатских пленарках занимал вопрос о капитальном ремонте. В марте этого года народные избранники установили основу функционирования системы в Прикамье. Конкретных результатов удалось добиться и в реализации ряда инфраструктурных объектов. Понятно, что любое крупное строительство и реконструкция требуют существенных вложений. Больницы, учреждения культуры. Но сегодня уже можно говорить о том, что по тем объектам, где вопросы не решались десятилетиями, процесс пошел. Художественная галерея. Это вопрос, которому уже больше десятилетий. Но такой момент, что когда мы проводили публичное слушание вот о том месте размещения художественной галереи, как раз я проводил это слушание, на самом деле впервые мы увидели единодушие всего сообщества о месте расположения и применения именно этого здания для данного, я считаю, очень важного культурного объекта Пирамского края. Хотя мы понимаем, это реконструкция, это всегда недешево. Но место размещения, да, это все очень здорово, и поэтому и правительство на это пошло. Приоритетом для депутатов законодательного собрания на протяжении всей пятилетки оставались вопросы создания условий для эффективной работы муниципалитетов. Краевое законодательство в этом направлении подвергло серьезным изменениям. Ряд муниципальных образований укрупнили путем объединения. Такое решение было обосновано необходимостью повысить уровень жизни проживающего в них населения. Сегодня в Прикамье действует региональная программа по развитию территорий, в рамках которой за последние два года было открыто и отремонтировано более сотни детских садов. В планах решить еще одну задачу. В Прикамье нужно построить 65 новых школ. На постоянном контроле у Комитета по государственной политике и развитию территорий Краевого парламента программа по устранению цифрового неравенства. В каждом удаленном населенном пункте должен быть доступ в интернет. Нашли сейчас техническое решение, что при цене вопроса 3 миллиона рублей, допустим, можно даже до самых удаленных населенных пунктов довести скоростной интернет. А вместе с хорошим интернетом приходит очень много услуг. Самое главное – это качественное образование. Когда учитель сельской школы может получать очень оперативную информацию о самых последних достижениях в области образования. В Прикамье активно развивается доступ к государственным услугам через многофункциональные центры. Сегодня население может получить до 400 видов услуг от государства с помощью системы одного окна. Эти и тысячи других вопросов народные избранники обсуждали под председательством Валерия Сухих. На финальном 53-м пленарном заседании спикер Краевого парламента также отметил вклад депутатов в развитие Прикамье. Каждый созыв – новый этап в развитии Краевого законодательства. Его новый качественный уровень. Не стал исключением и второй созыв. Достижения и успехи в законотворчестве, эффективная работа регионального парламента стали возможны благодаря слаженной и профессиональной работе всех профильных комитетов, всех депутатских фракций, каждого депутата в течение всего второго созыва. 53-е пленарное заседание – заключительное в работе краевых парламентариев. В следующий раз народные избранники соберутся уже в октябре, только в новом составе, который граждане изберут 18 сентября.